19 том книги «Открытым оком», вопрос номер 3281, тема «Община». «Когда ваш епископ отойдет полностью от своей паствы, сдаст вас патриархийным, то его благословения на лагерь и другие не потеряют ли силу?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Смотря на то, что мы имеем в виду, если благословение смертного человека, думающего, что его благословение что-то дает, невзирая на указания Господа Бога, тогда и вначале это благословение было весьма под сомнением. А если епископ был возрожденный свыше, то он иначе и не будет понимать, что если он благословил, то это навечно. Если, конечно, благословленный не изменился в худшую сторону. Исаак разобрался, что пролетел с благословением, желудок и слепота попутали, но вернуть назад не посмел. Благословение – это не игрушка. Оно уже утверждено на небесах. И хотя епархия уже поменяла свое название, Иаков убегает к Лавану, а Исаак взбунтовался, но благословение имеет последствия и на сегодняшний кризис на Ближнем Востоке, где конфликтуют евреи и арабы». Книга «Бытие», 27 глава, 38 стих. «Но Исаак сказал отцу своему, «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой!» И возвысил Исаак голос свой и заплакал. Послание к евреям, 12 глава, 17 стих. «Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог применить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». «Зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 30 января 1995 года, номер 308. Перерегистрировано 12 ноября 2000 года, номер 308. 16 декабря 2004 года свидетельство. «Настоящим свидетельством, что мирянину Смирнягину Андрею Михайловичу благословляется свидетельство и проповедь православного христианского вероучения в строгом соответствии с учением и традициями Русской Православной Церкви в образовательных учреждениях, больницах и других общественных местах по приглашению. «Управляющий Ишимско-Сибирской епархией, епископ Евтихий, 627750, Тюменская область, город Ишим, улица Коркинская, 52, Богоевленский собор, телефон, факс 345-51-237-67, е-мейл собор собакаишим.ру, печать». «Канцелярия Ишимско-Сибирской епархии, 18 сентября 2006 года, пророка Захарии и праведные лесоветы, 62-37-95, Сирловская область, Артемовский район, село Покровское, улица Ленина, 51-А, мирянину Смирнягину Андрею М. Уважаемый Андрей Михайлович, в связи с готовящимся актом канонического и евхаристического общения Зарубежной Церкви и Московского Патриархата Русской Православной Церкви, «Продолжение моей деятельности на канонической территории Екатеринбургской епархии я считаю нецелесообразной. Свидетельство, благословляющее вас на проповедь, объявляю утратившим силу и прошу вас обратиться за соответствующим благословением к архиепископу Екатеринбургскому и Верхотурскому Викентию. Без его благословения ваша дальнейшая проповедническая деятельность будет незаконна. С любовью о Господе, епископ Евтихий». Что касается конкретно проповеди, то тут никакого благословения вопреки Библии нельзя брать. Можно брать только согласно Слову Божию. Если человек благочестив и знает Писание, он обязан идти проповедовать. Кавычки открываются. «Учитель, если и мирской человек будет, но искусен же в слове учения и нравом чист, такой доучит. Ибо написано, все научены будут Богом». Кавычки закрыты. Правило 15 апостола Павла. Кормчая с оригинала патриарха Иосифа. Лист 26 на обороте. Псалом 50 стих 15. «Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся». Первое послание фессалоникийцам, 1 глава 8 стих. «Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахаи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей, в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Ты музыка, но звуком музыкальным ты внемлешь с непонятной тоской. Зачем же любишь то, что так печально, встречаешь муку радостью такой? Где тайная причина этой муки? Не потому ли грустью ты объят, что стройно согласованные звуки упреком одиночеству звучат? Прислушайся, как дружественно струны вступают в строй и голос подают, как будто мать, отец и отрок юный в счастливом единении поют. Нам говорит согласие струн в концерте, что одинокий путь подобен смерти. Шекспир